Закрыла дверь? Пошли, звезда. Куда ты возвращаешься назад? Ку-ку. А гулять что, не идём? Вот кулём. Привет всем. Летродуй такой на улице. Проводили Ирадочку в школу. Сделала некоторые делишки. И мы пошли с моей малюточкой на прогулку. А то на небе такие тучи. Думаю, наверное, дождик будет. Всё, у нас уже осень, в хорошем смысле этого слова. Прекрасная погода. Ветерочек, не жарко. В общем, прелесть. Просто одно наслаждение гулять. И вообще, на улице не души. Очень мало народу. Все детки в школе. Видимо, вообще никого-никого нет. Сейчас где-то пол первого, наверное. Ой нет, пол второго. Вот маленькая уже побежала. Кстати, я снимаю на новый телефон. Мой Самсунг загнулся. Ну как загнулся? Камера. Камера сломалась. Мы сделали новую. Всё равно. Что-то, видимо, там какие-то неполадки. Поэтому пришлось обзавестись новым телефоном. Вот. Видимо, та камера не выдержала уже. Бесконечные съёмки. Кстати, здесь бассейн. Мы уже закрыли. Уже всё. Уже закончилось жаркое лето. Идём к зиме потихонечку. Кстати, в этом году, вы представляете, я так ни разу и не искупалась в нашем бассейне. Вообще, вот так и не получилось. То и Радочка в больнице была, то то, то, то. И так и не получилось вообще. Под боком бассейн. И так и не сходила ни разу. Сейчас вот его чистят. И будут закрывать уже скоро. Пошли, Джирюшка. А, Джири, дверь закрыта. Она как-то тут забежала. Это вообще был финиш. Забежала. Давай бегать. Я за ней. Еле догнала. Чуть не упала в бассейн. Пока не могу понять ещё, как он снимает. Вот, пробую. Не знаю. Наверное, Самсунг получше. Эджирин, уже залезла. Ты посмотри. Уже залезла. Он ей этот уборщик дал мячик. Сейчас пойду её вытаскиваю. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда, хулиганка. Иди сюда. Давай, выходи. Хотела рассказать, как мы покупали телефон. Ну-ка, иди сюда ходи. Ну-ка, иди сюда. Уже лезет везде. Площадки нам не нужны. Ничего нам не нужно. Нам нужно лезть туда, куда не надо. Нет, всё. Дядя закрыл. Нельзя. Всё. Вон мячик тебе дал поиграть. Иди, играй. Неугомонно. В общем, поехали вечером. Муж приехал после работы. Мы поехали быстренько в магазин определённый, который я в интернете посмотрела. Телефон приехали туда. Там его не оказалось. Вот. Потом уже время поджимало. А мне нужно было как можно быстрее купить телефон. Вот. Мы, в общем, мотались, мотались. Пришли в эту... в Сердиван АВММ. Зашли. Не плачь. Мама рассказывает. Вот. В общем, зашли, посмотрели, пробежались. Сначала я другой выбрала телефон. Потом, казалось, его нету. И, в общем, я выбрала вот этот телефон, который сейчас у меня. Вот. Ну, и мы говорим, типа, есть всё на складе, есть всё нормально. Нам говорят, да, да, есть всё хорошо. Типа, это... Приходите, покупайте. Ну, мы пошли быстренько за деньгами съездить, потому что нам немножечко не хватало. Вот. И что вы думаете? Вот здесь началось самое интересное. В общем, мы голопом по Европам приезжаем. Уже полдесятого. В десять закрывается. Приезжаем. Говорим, всё, мы покупаем вот этот телефон. Туда-сюда. Нам говорят, а его нету. Мы говорим, как нету? Мы вот пять минут назад приходили, вы сказали, есть всё, приезжайте, покупайте, забирайте. Они такие, ну, просто, типа, так сказали. На самом деле его нету. Ну, что вы думаете? Мой муж так взорвался. Я никогда ещё не видела, чтобы он был в таком гневе, ну, с кем-то вот в магазине или где-то. Он обычно всегда дружелюбный, общительный, всегда ко всем относится очень хорошо. Как бы старается нормально всё выстроить диалог. То есть никогда я не видела, чтобы мой муж и так вот полкана на кого-то спускал. Только у себя там на работе, на рабочих или там каких-то этих. Ну, чтобы вот так вот с бухты барахты, я никогда не видела. Я, конечно, была очень удивлена и вообще даже шокирована. В общем, он так ругался. Он говорил, я вам что, ребёнок, почему вы вообще так играете со мной? А они давай там все как бы так, ну, смеяться, так вот, ну, как бы это и химичить. Моего мужа так, он так кричал, что даже пришёл охранник. Ну, как он, не то, что там прям это, он просто очень громко, эмоционально возмущался. Вот, пришёл даже охранник, но он даже не зашёл в магазин. Он просто так вот мимо проходил, заглянул и пошёл дальше. Вот, даже не стал впрягаться. Вот, а женщина там, консультант говорит, типа, ну, я вам ещё другой предлагала, возьмите этот. Он говорит, что я должен брать то, что вы мне хотите. Я хочу брать то, что я хочу. Почему вы так, типа, обманываете? Я, ну, мужик, почему, его вообще порву. Хотя, в принципе, я не увидела здесь ничего такого, ну, прям сверхъестественного или плохого, чего-то. Ну, мне кажется, ну, не знаю. Ну, его, видимо, что-то задело. Не знаю, самолюбие его, не знаю. Показалось, что с ним играют. В общем, пошли, а я его подталкиваю, говорю, быстрее, 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 пошли в другой магазин, мы сейчас не успеем, быстрее. Мы побежали в другой, и там тоже нету такого на складе. Пошли в другой, и там нету. В общем, отбежали все. Остался последний шанс, это вот там еще Туркселе был. Мы заходим, говорим, у вас есть уже. Я так бегала, я, наверное, не знаю, два килограмма за этот вечер точно скинула, потому что нужно было купить. Я торопилась, думала, вот ведь надо успеть. Вот, и я просто бегала. У меня муж кричал, ну, пожара нету, что ты так бегаешь? Вот, и, в общем, мы купили, в Туркселе купили, слава богу. Я уже там сидела так, за бочину хваталась, набегалась. В общем, нанервничались мы с этим телефоном. Вот. Купила, слава богу. Вот. Ну, сначала, конечно, я вообще была очень счастлива, рада, потом что-то посмотрела, мне показалось, что камера какая-то не очень. Что-то с помадой. Мне показалось, что камера что-то не очень. Вот. Ну, потом посмотрела. Ну, в принципе, за такие деньги, мне кажется, очень даже неплохой телефон. Сейчас довольна, как зло. Привыкла к нему. Это подарок мне на день рождения. Такой немножечко ранний. На несколько дней. Вот. Так что я теперь счастлива с новым телефоном. Надеюсь, камера прослужит долго. Потому что мне надо. Вот. Так что вот такая история я хотела вам рассказать. Вот уже первые листики. Ой, как я люблю, когда начинается листопад. Надо обязательно через недельку съездить в какое-нибудь красивое место. Вот, наверное, через недельку. Может, через полторы. Но уже, в принципе, листики. Какое-нибудь красивое место посидеть. Поснимать. Мы в том году ездили. Но уже припозднились немного. Уже все опало. Вот. А я хочу красоту наблюдать. Хочу красивые листики разноцветные. Да. Я вообще люблю. Я не могу. Я осенью как прям заново рождаюсь каждый раз. Вообще, ни души на улице. Ни души. Да, Эджи? Вообще никого нету. Как клево, да? Погода прекрасная. Вон так. Так, тучки на небе. Погода великолепная. Даже жарковато. Я посмотрела, кстати, 21 градус. Можно было даже и без курточки. Просто ветерок. Только ее вылечило. И хочу опять. Мне так интересно. Вот, наверное, тут стабилизация. Не будет так. Будет немного трястись. Здесь у нас, кстати, раньше, по-моему, кролики были. Вот они часто бегали. Сейчас куда-то делись. Нету. О, спортсменка. Пришла заниматься. Что-то здесь только три тренажера. Там наверху больше. И Радочка тоже была маленькая. Так любила. Постоянно. Ой, ой, ты только не упади. А, ты садись. Сесть. И садись. Ты устала. Ты хочешь отдохнуть. А ты такая... Да? Ну, пошли, мама, на качельке тебя покатает. Ой, там у нас делают отделку. Утепляют. К зиме. Ой, я только сказала, у него повалилось что-то. Кстати, очень дорого. Сказали, там сумму прям вообще муж аж офигел. Очень дорого. Для такой. Выбрали прям, видимо, самое дорого. Хотя, не знаю. Тут и так, не так уж и холодно. Прям отделку делать. Ну, конечно, зимой классы выключали периодически. То есть, вообще, даже классы ни разу не включали. Вот, не такие прям зимы холодные. Да? Ой, я думала фото, и нет, я снимаю. Сейчас фотку в Инстаграм выставлял. Жирюшка кое-как догнала, сфоткалась. И написала... Хотела написать две прищурки, а вместо две прищурки написала две придурки. Вот эта вот телефонная тема, вот эта вот, нажимаешь одно, пишешь одно, а он сам решает, что написать. И вот иногда из-за этого, получается, какие-то проблемы. Вот кто-нибудь что-нибудь понапишет, а потом, ой, это же телефон виноват. Вот я верю, иногда реально виноват. Потому что вот сейчас, если бы я не заметила, мы бы были не две прищурки, а две придурки. Хотела с Ижирушкой прокатиться, но убежала. На качели катаюсь. Я, кстати, не могу долго на ней. Я чуть-чуть, потом меня тошнит начинает. Хотя раньше, когда была еще ребенком, могла. Там мокро, мокро, Эджи, мокро. Все мокро, был дождь. Сейчас нельзя ни покататься, ни с горки съехать. У тебя вся попа будет мокрая, Донь. Чем мне вытирать? Ты сейчас сядешь и все. Вот оно, счастье. Сок выпросила, вспомнила. Да? Уже холодно. Что не сделать ради ребенка? Он сняла свою кофту, постелила под попу. Да, это мамочка, что это не сделает? Даже чистую кофточку, которую только что постирала и чистую, одела теперь у тебя под попой. Да? Да? Звездочка. Ну, без радочки, конечно, скучно. Как она там, наша зайка? В школе, да, дочерюшка? Мы скучаем по ней. Она три дня была дома, сегодня в школу пошла. Ну, болела, я уже говорила. Вот, и без нее уже нам грустновато, конечно. Но в школу ходить надо, да? Вырастешь и ты будешь ходить. И мама вообще будет от скуки пухнуть. Катается, катается, смотрю, притихла. Голову опустила. Я помню, и Радочка тоже так. Вот мы гуляли перед дневным сном. Я ее... Побегаем, побегаем, а потом, ну, в конце на качельке она уже такая вся сонная. Ведешь ее домой. Чик. И уснула быстренько. Да, все, она уже глаза прищуривает. Все, надо везти ее домой. Пользоваться моментом. Все, баюшки девочка хочет. Баюшки. Ой, зевает. Все, баюшки. Да и погода уже совсем подпортилась. Кофту отдала под попку малышке. Поэтому мне уже прохладненько. И, может быть, сейчас будет дождь. Да и на небе тучи. Так что вот так. Ну, все, мы пошли домой. Пошли спать. Джерюшка уже устала. Так что буду заканчивать влог. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Муа.